Дорогие садоводы! Экспозиция на виноградо и яблок Натальи Кузнецовой. Среди них видим и спутник, и марс, и, наверное, все-таки новый сорт Нибиидзу, и шаслораминга. Здесь дальше что? Изабелла, мускат донской, зилга, мускат розовый, эдна, латвийский розовый. То есть все можем попробовать. И тарелки, конечно, были очень полные. На начало выставки сейчас уже конец. И немножечко тут, конечно, поредили ряды. Несколько сортов яблок. И ребристая представлена. И амурская красная. Вот такой стол от Натальи Кузнецовой. Участок садовый у нее. За Амуром на село Покровка. Далее стол. Далее стол Любовь Лопухова. Любочка предоставила нам несколько сортов ежевики. Собирала, как она говорит, с фонариком. Уже вчера вечером в полной темноте. Вот посмотрите. Ежевика, причем бесшипая. Крупнейшая ежевика. Блэк Сатин. Известный сорт. Не колючий. Продаем мы его уже много-много лет. Замечательный сорт. Вот такая ежемалина Бойсенберри. Не такая крупная. Но сейчас попробуем. Изумительная. Изумительная. Вот, пожалуйста, ежевика. Бесшипая Честер. Пробуйте, угощайтесь. Угощайтесь. Ваши впечатления. Часловато. Немножко недоспела. А вот Бойсенберри очень сладкая. И Блэк Сатин нормальная. Ммм. Очень вкусная. Итак, Любовь Злопухова. Дача в районе Большого аэропорта. У нее коллекция ежевик. Вообще очень огромная. Она хотела сначала предоставить, собиралась сортов 7 или 8 ежевики. Но все-таки время, дожди, такая вот погода. Не все удалось нашим садоводам так, как им хотелось бы. Ну, переходим к следующему столу. Следующий у нас заочный участник из Бекина. Павел Яцевич. Он выращивает виноград. Незападных сортов. У него в основном все сорта представлены. У нас с пувырком. Представлены сорта, которые наверняка будут расти на любом садовом участке. И будут полезны любому садоводу. С такими сортами справится любой садовод. Далее стол заочного участия. Это Любовь Ивановна Тартышная. Из-под города Биробидзана у человека получились, наконец, и, как она говорит, наконец-то у меня получились яблони. И собрала урожай яблок. Вот такие сорта. Кроха, эримар, уральское наливное, семан для детского питания. Красное вот такое яблочко. Ну, видите, как посылка дошла, так сказать. Сергею Валентиновичу, спасибо большое. Передал из Биробиджана эти сорта. Вот такие сорта. И даже поучаствовал у нас один садовод Владимир. Владимир, все его знают по форуму, как Владимир Шмель. Представил уральское наливное. Чисто я спросила попробовать. Вот он представил свои яблоки. Но человек очень скромный. Кроме того, что он Владимир Шмель, к стыду ничего о нем мы не знаем. Но очень дотошный. Просто очень дотошный садовод. И он сегодня у нас появился. Все посмотрел. Не знаю, насколько попробовал. Но он еще сам расскажет о своих впечатлениях. И, в принципе, столы залучного участия у нас закончились. Участники уже все разъехались. Его можно найти на форуме виноградарей дальневосточников. Форум дальневосточных садоводов и виноградарей. Известный форум. Я всех своих садоводов покупаю. Всех своих покупателей садоводов, конечно, отправляю на этот форум. Потому что там идет общение буквально в режиме реального времени. Утром люди задают руку. С вечером уже несколько опытных садоводов на него отвечают. Просто замечательно, конечно, что у нас есть такая площадка, в которой могут встретиться, пересечься. Други садоводов. Други с форума сегодня были у нас на нашей выставке. Познакомились. Пообщались. Жалко, времени не хватило. Хотелось бы, конечно, времени для общения побольше. Было много людей. Но впечатления у меня положительные. Конечно, проведем работу над ошибками. Уже знаю, как у нас будет проходить следующая выставка наша виноградная с названием «Дары Амурской осени». Всем огромное спасибо. Всем здоровья и красивых, ладоносящих садов. Спасибо, Елена Львовна. Спасибо нашему бессменному оператору, как я его называю всех времен и народов, Крылатову Александру. С каждым, я думаю, вы заметили, что с каждым фильмом он оттачивает свое мастерство. И у него это неплохо получается. Но у нас все впереди будет еще лучше. На этом с вами прощаемся ненадолго. Всем пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok